Приветствую вас! Мы рады видеть в нашем собрании сегодня гостей. Слава Богу, что вы приехали с нами порадоваться. Сегодня у нас праздник жатвы. Мы глазами своими смотрим, видим эти разноцветные плоды красивые, понимаем, что они вкусные, овощи, фрукты, смотрим на эти цветы, на эту зелень, нам приятно. Мы понимаем, что после служения нам будет также приятно кушать пищу, но основное, почему мы собрались, это поблагодарить Бога за этот урожай и напитать свою душу. Как уже было сказано, сегодня мы будем говорить о сеятеле, о притче, которую мы слышали. Брат Вадим прочитал сегодня весь текст, поэтому я не буду его перечитывать, я только напомню некоторые стихи. Это Евангелие Марка, 4 глава, 3 и 4 стих. «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то». Я буду говорить о семени, которая упала при дороге. Мы слышали Слово Божие, и можем представить себе эту картину, что сеятель – это человек, который заинтересован в том, чтобы вырастить урожай. Он заботится о том, чтобы была пища. От него зависит жизнь человека, если он посеет или не посеет зерно. Мы понимаем, что все зависит от Бога. Если он не даст солнце, не даст дождь, не пошлет благоприятные условия, даже все, что сделает человек, будет бесполезно. Но если человек не приложит труда, то Господь не сможет взрастить, потому что человек не сделал со своей стороны. И вот этот сеятель, мы видим, он сеет. Он хочет получить урожай, он сеет щедро, чтобы зерно упало везде и заполнило всю почву. Представьте, что если вы вышли сеять в поле, и вы думаете, нет, наверное, я больше зерна оставлю себе, немножечко возьму для посева, и поле по размерам большое, но вы засеете только половину или третью часть, вы сохранили зерно, посеяли мало, почва осталась пустая, урожай маленький. Или наоборот, вы взяли зерно с запасом, пришли сеять, но у вас поторопило время, вы думаете, я буду сеять щедро, пусть больше падает. И вы сеете густо, у вас еще осталось место на поле, и зерна бы хватило, но вы насеяли так много, потому что вы торопились, сократили время, но вы не получили нужный урожай. Сеятель сеет. Мы сразу должны понять, что цель Иисуса Христа в этой притче не преподать урок по агрономии. Он не учит людей, как выращивать зерно. Он хочет передать истину на понятном примере. Поэтому мы ответим на три вопроса. Кто такой сеятель? Что такое зерно? И поговорим об этом в виде почвы. Когда Иисус Христос был на земле, Он учил людей, используя притчи. Притча о сеятеле – это одна из тех притч, на которую Христос сразу дает и объяснение, чтобы было понятно, о чем Он говорит. Давайте прочитаем. Это Марка 4 глава, 14 стих. «Сеятель слово сеет». Учение Иисуса Христа записано в четырех Евангелиях. Марка, Матфея, Луки и Иоанна. И поэтому эта притча, она записана в трех Евангелиях. Я предлагаю еще посмотреть в Луки, 8 глава, 11 стих. Также объяснение идет. «Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие». Из этого стиха мы понимаем, что означает зерно. Зерно – это Слово Божие. Как сегодня представлено Слово Божие для нас, братья и сестры? Вот оно. Оно записано в Библии. Слово Божие, которое записано было разными людьми в разное время, но оно передает суть самого Бога. То, что Бог хотел сказать людям. Сегодня Библия тиражируется миллионами и продается ежегодно, раздается бесплатно. Самая читаемая, самая распространяемая книга. Если Слово Божие, мы видим зерно – это Слово Божие, а сеете ли тот, кто его сеет, мы сразу должны понимать, что Иисус Христос в первую очередь говорит о себе. Посмотрите Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Также Иисус Христос в искушении от дьявола говорит, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Иисус Христос говорит о том, что самое важное питание для человека – это не тот хлеб, не та пища, которую мы кушаем ежедневно для нашей плоти, а это Слова Божии, которые исходят от Него. Когда мы понимаем, что Слово Божие – это Семя – это Слово Божие, тогда мы понимаем, что сеятель – это тот, кто передает это Слово. И здесь Иисус Христос говорит о себе. Служение Христа на земле заключалось в Его учении. Он учил о спасении, о прощении грехов, о жизни вечной. Его целью было передать Слово о Царстве Небесном, Слово, на котором будет утверждаться вера людей, которые научатся жить по воле Божией. А завершением своего служения было искупление, это было самое главное – искупление мира от греха смертью на кресте. В послании римлянам, 10 глава, 13 стих, Павел записал такие слова. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Как услышать Слово Божие без проповедующего? Невозможно приблизиться к Богу без веры. Но чтобы уверовать, нужно услышать Слово Божие. Его должен кто-то передать. Вот сеятель – это тот, который передает Слова Божьи людям. Их задача – уверовать, принять Слово Божие. Принять это семя. В Кримлянам 10, 17. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Это также говорит о том, что человек для того, чтобы уверовать, должен услышать Слово Божье, и ему должен это кто-то передать. Мы увидели, что сеятель – это тот, кто передает Слово Божье. Семя – это само Слово Божье. До Иисуса Христа сеятелями были пророки. Они получали Слово от Бога и передавали его людям. Теперь в этой притче мы видим, что Иисус Христос говорит о себе, что Он – сеятель. Его задача была преподать учение людям. В Евангелии Матфея, 13 глава, 37 стихе, Иисус, объясняя другую притчу, говорит, «Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Мы можем еще несколько текстов подтвердить тому, что Христос – это сеятель, который сеет. После воскресения Иисуса Христа и Его вознесения на небо, сеятелями являются все те, кто уверовали и рассказывают другим о Христе. То есть это мы с вами. Сегодня все верующие являются этими сеятелями, которые распространяют Слово Божье другим людям. Давайте обратим внимание теперь на почву. Самое главное в этой притче – это четыре вида почвы, о которых сказано. В наше время, наверное, опытный фермер подумает, «Как так можно сеять зерно, чтобы одно попало в одно место, другое в другое место?» Сегодня настолько развиты технологии, что компьютерная система помогает автомобилям, комбайнам, разным тракторам, насколько точно все сеять, чтобы зерно попадало в нужное место, в нужном количестве. Но и то есть допустимая погрешность. Но раньше сеятель сеял по-другому, и мы должны понимать это, и люди, которые слышали, они это понимали. Поэтому, когда сеятель сеял, он сеял это вручную, и попадание точности, чтобы попало на нужное место, было не стопроцентное. Порывы ветра могли уносить зерно. Поэтому, когда Иисус преподавал этот урок и рассказывал эту притчу, все люди это прекрасно понимали. Подобно как сеятель, не жалея зерна, он сеял щедро, он хотел засеять свою территорию, поле. Точно так же люди, которые любят Господа, они хотят распространять Евангелие во все народы. Если до Иисуса Христа Бог посылал пророков к Израилю, Слово Божье было у них, то когда пришел Иисус Христос, Он сказал, идите по всему миру. Это слово распространяется теперь по всему миру, во всей уголочке для каждого человека звучит благая весть. Посмотрим на 15 стих. Марка, 4 глава, 15 стих. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется Слово, но к которым, когда услышат, тот час приходит Сатана и похищает Слово, посеянное в сердцах их. Так же предлагаю Луки, 8 глава, 12 стих. А упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Почва – это сердца людей. Подобно как упавшие при дороге склевали птицы, Точно так же часто бывает, что верующие люди говорят о Христе другим людям, тем, которые еще не уверовали. Они хотят им рассказать о спасении души, о Боге, о вечности, то, что ожидает человека в будущем, но люди не принимают. Господь открывает нам, что за всем происходящим стоит духовный мир. Так Сатана не хочет, чтобы люди веровали в Христа, не хочет, чтобы они спаслись, потому что он противник Бога. Он делает все, чтобы люди отвергли Евангелие, чтобы они не задумывались о Слове Божием. Поэтому сегодня множество людей имеют дома Библию, но не читают ее. Сегодня они могут услышать по радио, через телевидение, через интернет, Слово Божье, проповедь какую-то, передачу о Боге. Они это отвергают, не хотят этим воспользоваться. Многие люди понимают, что в их душе пустота, но заполняют ее временными увлечениями и материальными ценностями. К великому сожалению, такие люди погибнут. Они имели возможность спастись, узнав истину, но не воспользовались ею. Вспомните, как два разбойника, которые висели на кресте, когда был распятый Иисус Христос. Один по правую, другой по левую сторону. У них, у обаих, была возможность обрести спасение. Один уверовал, и там же на кресте сказал, «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Божие». И он был спасен. Прошло несколько часов, он умер и оказался в раю. Другой, который висел рядом, также мог уверовать и воспользоваться, но он не поверил. Он хулил Бога и пошел в погибель. Сегодня Бог каждому здесь присутствующему дает возможность слышать весть о спасении. Вы недаром сегодня пришли сюда. Кто-то пригласил вас, кто-то по влечению сердца пришел, кто-то по обычаю, по традиции, что необходимо прийти в воскресенье в церковь. Кто-то просто пришел на праздник посмотреть. У каждого были разные мотивы. Но все, кто сегодня слышит, каждому звучит это голос. Каждому сеется сегодня семя. Как вы его примете? Не будем похожи на почву при дороге. Когда закончится собрание, мы видим друг друга, кто-то увидит друзей, будет общение, будет обед, и вы можете уйти из собрания и забыть все, о чем здесь говорилось. Тогда вы будете похожи на почву при дороге, которая не принесет плода. Но постарайтесь потом проанализировать все, что говорилось здесь. Касается ли это лично вас? В каком состоянии ваша душа? Вы примирились с Богом? Вы имеете эту веру, которая принесет спасение и жизнь вечную? Об этом мы сейчас будем молиться. Мы будем благодарить Бога и просить Его о том, чтобы Бог сегодня еще спасал людей. Чтобы те люди, которые услышат сегодня Слово Божье, это семя, которое попадет на почву, чтобы оно принесло плод покаяния. Аминь. Помолимся. Спасибо. 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 Спасибо.